Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы сегодня проводим очередную передачу в рамках нашей программы «Конституция. Мы». В основном вы привыкли, что мы ежемесячно приглашаем разного рода гостей, с помощью которых раскрываем потенциал Конституции, основного закона нашей страны, Конституции Республики Саха-Якутия. И с этой точки зрения у нас уже сегодня 58-я по счету передача. И у нас в гостях Жирков Станислав Николаевич, генеральный директор Республиканской больницы номер один, Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Он является врачом-хирургом высшей категории, отличником здравоохранения Российской Федерации. Ну и тема сегодняшней передачи – актуальные вопросы реализации конституционных прав граждан и охраны здоровья, оказание медицинской помощи в Республике Саха-Якутия. Ну давайте начнем. Станислав Николаевич, в первую очередь, хотел бы поблагодарить за Ваше согласие принять участие в данной передаче. Ну и, конечно же, для нас очень важно, что Национальный центр медицины уже отмечает 30-летие своего существования и активной деятельности. И второе, конечно же, присвоено имя нашего первого президента, Михаила Ефимовича Николаева. Пожалуйста, расскажите о сегодняшнем дне Вашего центра. Добрый день, уважаемый Александр Николаевич, телезрители, уважаемые слушатели. Ну да, действительно, в этом году нашему Национальному центру медицины исполнилось 30 лет, и вклад Национального центра медицины в развитие здравоохранения в Республике, на Дальнем Востоке, а также в стране, он бесценный и огромный, можно сказать. И для нас в этом году как раз вышел указ главы Республики Саха-Якутия Исена Сергеевича Николаева о присвоении имени Национальному центру медицины Республики, имени первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева. И, конечно, присвоение имени Михаила Ефимовича Николаева нас возлагает еще больше ответственности. И мы прекрасно понимаем, что сейчас как раз вот 30 лет мы отметили 11 ноября, прошла конференция, это как бы отчет проделанной работе за 30 лет, и мы обсуждали вопросы и пути дальнейшего развития нашего Национального центра медицины. Мы здесь пригласили ведущих наших экспертов, ведущих академиков, профессоров из наших федеральных центров медицинских, с которыми мы уже долгое время работаем и по доброй традиции они приехали к нам и с удовольствием приняли участие. Но хочется сказать, что за 30 лет наш Национальный центр медицины возрос до медицинского центра международного уровня. Сейчас мы выполняем практически все операции на международном уровне, и с 2002 года, как вы знаете, на стенах нашего Национального центра медицины проводятся и пересадки органов. И в 2018 году мы выполнили впервые на Дальнем Востоке и в Сибири первую пересадку успешную сердца в стенах нашего Национального центра медицины. И это есть готовность, ресурсы, говорящие о том, что наш центр уже по прикладной медицине достиг достаточных успехов и уровня оказания медицинской помощи, специализированной и высокотехнологичной. И сейчас как раз время требует того, что сейчас мы должны говорить о развитии биомедицинских клеточных технологий, об развитии генетики и геномной медицины, потому что на сегодня каждая болезнь, она прошита в геноме каждого человека. И мы сейчас должны изучать именно генетические аспекты заболевания, к чему мы подвержены больше, наша нация, люди, которые здесь проживают на этой территории. И вот эту нагрузку заболеваемости генетическими заболеваниями и не только, потому что именно предупреждая заболевания, не доводя до таких катастроф, практически у нас медицина подключается, когда люди заболевают. А задача сейчас именно в дальнейшее развитие здравоохранения должны именно большой акцент делаться на предупреждении. А также есть понятие фармакогенетика, когда те или иные препараты мы должны подбирать именно на уровне тоже генетики. Здесь наш генетический центр должен дать очень хорошие ответы именно в подборе лекарственных средств. Возможно, те или иные дозировки, те или иные препараты не подходят пациенту в лечении. И именно подбор лекарственных препаратов, он должен быть именно целенаправленный, таргетный. Когда уже целенаправленно, зная, что этот препарат поможет, изучая генетически, подбирая, уже мы должны персонализировать именно лечение каждого пациента. Вот это и есть требование. И в этом плане есть у нас потенциал, кадровый потенциал. У нас прекрасный медико-генетический центр, который тоже практически со дня открытия нашего национального центра медицины работает. И сейчас у нас в медико-генетическом центре более 60 тысяч образцов в нашем биобанке хранится. У нас два мировых открытия. Это софт-синдром, мукополисахаридоз плюс, которые мы зарегистрировали в мире, получается. И вот та нагрузка генетических заболеваний, она очень плотно изучается сейчас. И с этого года мы начали именно развитие мультифакториальной генетики. Это как раз именно генетика заболеваний. Это кардиогенетика, онкогенетика. И в последующие годы и в будущем мы, конечно, будем очень большой акцент делать именно на развитие вот этих технологий. Также мы должны говорить сейчас о биобанкировании, биобанк. Мы должны хранить наши клетки. Мы должны... Наши клетки — это гарант того, что мы... Наша нация, например, в общем, любая нация будет сохранена как нация, да? Потому что уникальность именно сохранения биобанка — это гарантия того, что мы должны сохранить именно генофонд. Вы имеете в виду конкретный этнос, да? Да, конкретный этнос, да. Конкретного этноса. Эвен, генетика, допустим, в чистом виде. Да. Потому что... В условиях Арктики не каждый народ может выживать, да? Или обладать там каким-то определенным опытом, знаниями, которые передаются из поколения в поколение. Как раз вот об этом тоже мы должны говорить, потому что люди, которые там жили, которые там проживали, вот эти традиции их, это тоже всё в их геноме полностью заложено. И мы вот в этих территориях могут проживать, могут именно, начиная от питания, да, от образа питания, от образа жизни, вот эти территории могут населять именно вот эти люди, которые сохранили и которые уже несут годами, годами, веками, вот именно те клетки, те геномы... Я думаю, Станислав Николаевич, вы здесь особо правы, да? Вот выступая на разного рода конференциях, я говорю, когда мы говорим о проблемах Арктики, у нас сегодня очень много стран, которые притязают на арктические шельфы, на богатство. И с этой точки зрения я всегда говорю о том, что мы должны здесь присутствие России подтверждать не только там своими, значит, вооружёнными формированиями, да, особой там группировкой войск арктических и так далее, а именно с точки зрения сохранения популяции, человеческой популяции. И я говорю всегда, что вот оленеводы, рыбаки, охотники, и они как раз-таки населяют огромные территории, огромные просторы и подтверждают, что это именно российская территория. И они вправе надеяться на то, чтобы у них было должное пенсионное обеспечение, должный уровень заработной платы. А вы сейчас раскрываете совсем с другой стороны именно должное и медицинское, наверное, обеспечение. Конечно. Ну, я думаю, что Арктика сохранится, если там люди будут жить, здоровые люди будут жить. Люди, которые будут здоровое поколение рождать, и тогда Арктика будет жива. И в этом, конечно, влияние здравоохранения, оно должно быть первоочерёдным. И сейчас как бы понятие того, что, я ещё раз повторяюсь, того, что к нам в здравоохранение приходят больные уже люди, когда уже болезнь случается, да, и вот предупредительные мероприятия, они должны быть. Именно вот понятие 4Пи-медицины, 5Пи-медицина уже сейчас разрабатывается и формируется. И здесь превентивные методы, когда мы уже, сохраняя там здоровье людей, сохраняем также потенциал Арктики всего. Потому что если люди здоровые там будут жить, работать и также пользоваться вот этими недрами, рыбой, это питание у них тоже своё. Своебразное такое, специфическое. Здесь человека просто-то откуда-то привезти и там посадить и адаптировать, это тоже тяжело будет. Поэтому здесь мы должны полностью вот это тоже понимать. И здесь изучение именно вот этого, как раз у нас указ главы есть о стратегическом развитии общественного здоровья и здравоохранения, где чётко указано, насколько мы должны все институты общественные, не только здравоохранения, именно заботиться о здоровье людей. Это начиная от питания школьного, детского сада, от образа жизни, от каждого человека зависит. От тренера йоги, от тренера, фитнес-тренера, которые там у каждого района, у каждого населённого пункта есть свои лидеры. Вот через них мы должны именно здоровье и сбережения формировать, потому что именно здоровая нация имеют только будущее. И такое понятие, как болезнь и здравоохранение, ну, как-то неправильно, потому что если мы будем заранее предупреждать, ведь это не только обязанность системы здравоохранения, это всего вот... Как раз-таки мы сегодня говорим о конционных гарантиях, и вы очень здорово и чётко подметили, нам надо вырабатывать некую культуру здоровья, да, потому что человек, он же не должен как бы обогащать фармацевтические компании, а он должен в первую очередь позаботиться. И вы правильно подметили, что у каждого человека есть определённая специфика, да, и у него есть некая генная карта, по которому он развивается, и вот те люди, которые на широких просторах Арктики сегодня работают, они, как говорится, делают всё возможное для того, чтобы и сохраниться, и быть патриотами России, сохранять для России такие огромные и важные территории. Поэтому я думаю, что вот именно такого рода тактика, она, безусловно, важна. Мы немного прервёмся, а потом уже продолжим наш интересный разговор. Еще раз приветствую всех телезрителей, радиослушателей. У нас в студии Станислав Николаевич Ширков, генеральный директор Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Ну и мы продолжаем наш разговор. Вот мы в начале нашей беседы говорили о том, что центру присвоено имя нашего первого президента. И вот с этой точки зрения, какая работа будет проводиться в связи с этим, какие организационно-технические мероприятия, и какая на вас налагается ответственность? Ну, действительно, вот сейчас, начиная именно от переоформления всех наших регламентирующих документов, действующих документов, устава нашего. И сейчас, конечно, вот вся документация уже оформлена. Сейчас мы уже полностью называемся Государственное автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканская больница номер один, Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Ну и хочется сказать, что вот именно через 30 лет, ну, в те сложные времена, это принятие такого решения, именно строительства и ввода уникального вот такого больничного комплекса, это действительно было таким решением, даже сейчас прорывным решением. И именно вот проходя те годы, вот те времена, когда мы уже историю изучали, действительно, это был прорыв, это здесь хочется отметить именно освоение высокотехнологичного оборудования, вот, и здесь роль нашего университета, нашего медицинского института здесь, конечно, была очень мощной, потому что наш университет, наш медицинский институт это гарант нашего развития, потому что с 92-го года и по сегодняшний день наш институт, он сопровождает в плане науки, мы в стенах нашего Национального центра медицины представлены ведущие кафедры нашего института, и это, конечно, дает большую возможность именно изучения науки, развития науки, потому что практика и наука, они должны вместе идти, и здесь, конечно, вот роль нашего университета, она здесь, конечно, бесценна, и сегодня хочется сказать, что наш кадровый потенциал, он очень высокий, хочу сказать, и в этом году мы ввели новый кардиососудистый центр, мы через 30 лет получили вот еще такой флагманский, мощный диагностический потенциал сейчас, и флагманское оборудование, это все оборудования практически пятого поколения сейчас, и нашему населению, конечно, уникальная возможность получить высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь. И самое главное, у нас есть кадровый потенциал, который может работать на этих оборудованиях, и здесь хочется отметить, конечно, наших специалистов, нашу команду, которые полностью владеют и работают с этим оборудованием. Здесь, конечно, большую роль тоже играют наши международные отношения, буквально мы на днях вернулись из международной стажировки, вот, по поручению главы республики мы в Южной Корее ведущих клиниках Сеульского университета прошли стажировку, это начиная от лучевой диагностики, заканчивая анестезиологией, реаниматологией, хирургией, по новому контуру цифрового госпиталя тоже, вот, это Бунданская клиника Сеульского университета в мире одна из лучших клиник именно по реализации цифрового госпиталя. Практически там все процессы, они оцифрованы сейчас, и наша задача тоже сейчас построить цифровой госпиталь, когда человек вот заходит, и все вот эти наши процессы, они должны быть оцифрованы абсолютно, и это есть минимизация тех рисков, которые связаны с человеческим фактором. Когда цифровой госпиталь, он отработан, он очень дает, во-первых, удобно работать, процессы, они ускоряются в работе, и в том числе в постановке диагноза, да, здесь мы должны и говорить об искусственном интеллекте, о нейросетях, когда вот эти технологии, они должны прийти на помощь именно к нам, вот, именно работникам, облегчая наш труд. К этому сейчас особое внимание правительствам страны, республики, уделяется огромное внимание, и наш новый кардиососудистый центр полностью укомплектован таким оборудованием, и мы в ближайшее время именно на стенах нашего кардиососудистого центра будем, ну, уже формировываем именно так называемый цифровой госпиталь. Замечательно. Ну, я вот четыре года работал с Михаилом Ефимовичем, как говорится, совместно, два года помощником председателя Верховного Совета, два года руководителем администрации президента, я помню, вот, первый указ нашего президента Михаила Ефимовича Николаева, это именно развитие здравоохранения, и я думаю, что у меня Айсен Сергеевич трижды прав, когда вот присвоил, тем более вот по представлению вашего коллектива, да, имя Михаила Ефимовича, ну, и мы знаем, что глава республики подписал указ, по которому 13 ноября будет считаться днем инноваций, да, то есть инновационный подход, и работа вашего медицинского центра как раз-таки обозначает, что все лучшие мировые тренды должны начинаться с нашего медцентра, да, у вас есть и научные разработки, у вас есть внедрение, и вы правильно сказали, наука должна внедряться в практику, без этого смысла науки нет, поэтому все научные исследования, научные открытия, они во благо дела должны, и с этой точки зрения, конечно, вы сказали много добрых слов в адрес медицинского института Северо-Восточного федерального университета, вы же и сами являетесь выпускником нашего медицинского института. Можете немного характеризовать, что вы получили во время обучения? Ну, я считаю, что я все получил, и я очень благодарен своим преподавателям, которые нам всегда вселяли надежду будущее, верили главное в нас, это было очень важно для нас, для деревенских детей, когда вот они нам вселяли, нам давали такую надежду, веру, что мы самые лучшие, мы самые лучшие студенты, и когда после окончания университета я поступил в ординатуру, действительно мы были выше, чем центральные вузы, подготовка наша более качественная была, да, и в этом, конечно, я очень благодарен нашему университету, моим преподавателям, которые дали вот такую возможность реализации, это вот очень важно, ну и сейчас вот мы много говорим о нашей территориальности, потому что сейчас мы как раз вот о цифровизации, сейчас мы создали дистанционный консультативный центр, мы сейчас должны в последующем хочется разработать именно порядок оказания медицинской помощи именно в условиях Арктики, потому что наши территории, наши расстояния, они абсолютно не сравнить центральной России, где вот эти порядки адаптированы, и, к сожалению, мы не можем сейчас полностью в рамках терапевтических окон, в рамках тех порядков, у нас до Тикси лететь почти 4 часа, и за эти 4 часа мы должны, когда, допустим, сосудистая катастрофа случается, оказать в рамках этих и соответствовать этим рамкам. И хочется вот сейчас мы создали уникальный дистанционный консультативный центр, который большой акцент делает именно на высокий риск заболевания, значит, первичное звено мы пациентов с высоким риском заранее сюда эвакуируем, привозим сюда, и на этапе обследования, если у него коронарные сосуды забиты, мы при проведении коронарографии, если по-простому сказать, если они забиты более чем как индикаторные показатели, да, мы туда ставим, сразу стентируем, тем самым мы уже практически минимизируем риски сосудистых катастроф. Также по нарушениям ритма, вот первичное звено тоже нам заранее отправляет, у нас есть целое отделение аритмологии сложных нарушений ритма сердца, мы здесь корректируем именно нарушения ритма, которые во многом вызывают в последующем тромбоэмболические осложнения, как инсульт, вот, да, и заранее подбирая и выравнивая именно нарушение ритма, мы заранее уже предупреждаем именно возможность инсульта и сосудистых катастроф. Также касаемо аневризм сосудов головного мозга, да, мы заранее тоже выполняем географии, если находим, мы заранее в холодном периоде тоже проводим с использованием эндоваскулярных технологий клипирования этих сосудов. В последующем эта аневризма, она не лопнет, вот, и это тоже гарантия того, что мы должны сейчас акцент делать именно на высокий риск и заранее на предупреждающие меры. И хочется сказать, что сейчас мы должны именно большой акцент делать именно на диагностику, и весь потенциал, весь ресурс мощный, который мы сейчас получили, он должен быть направлен именно на минимизацию хирургической и терапевтической агрессии. Насколько на диагностическом этапе правильная постановка диагноза, тогда уже хирург полностью подготовленный идёт к этой операции. Это уже снижает риск объёма, увеличение объёма операции. И мы, конечно, максимально сейчас проводим все операции, ну, так называемые без разрезов, но они всё равно с разрезом, эндоскопическим доступом, эндоваскулярным доступом. Сейчас у нас практически аппендициты среди детей мы открыто практически не оперируем, и на четвёртые сутки детей мы выписываем, они оперируются лапароскопически, дети у нас, да, с использованием видеоэндоскопической технологии. Это уже у нас ежедневная практика. Если вот мы 10 лет назад об этом, ну, у нас уже в районах сейчас выполняются эти операции. Поэтому самая главная задача именно правильная постановка диагноза с использованием диагностических мощностей и минимизации именно вот этих агрессий, терапевтических, хирургических агрессий. – Но у вас вот дистанционное лечение было очень развито, да, то есть телемедицина и так далее, вот по схеме врач-врач, а вы говорили ещё, есть сейчас схема врач-пациент, вот немного, пару слов. – Ну, в последующем сейчас у нас это называется телемедицинские консультации. Они сейчас проводятся в режиме врач-врач. Значит, у нас в первичном звене, в районной больнице врач представляет своего пациента. В последующем мы должны достичь, также законодательно, также здесь должна быть защищённая сеть, потому что это касается персональных данных пациента. И каждый пациент должен получить возможность сам именно выйти на консультацию на те или иные специальности. Заказать себе, например, вот кардиолога. И для этого должны быть порядки. Но они есть уже, но здесь уже законодательно мы должны понимать того, что эти персональные данные и должна быть защищённая сеть. – Ну, замечательно. Вот наш разговор будет продолжен, мы должны прерваться на некоторое время и потом продолжим. Это очень интересно, очень важно. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, у нас в эфире программа «Конституция. Мы» и в гостях в студии Станислав Николаевич Жирков, генеральный директор Республиканской больницы номер один Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Вот мы, продолжая наш разговор, ну, наверное, будем говорить о том, что вы сказали о связи практики, науки высшей школы, да, вот начиная с обучения кадров, их совершенствования, ну и практическая реализация тех знаний, которые они приобрели. А вот вы лично, у вас круг научных интересов в чём? Ну, я сам хирург по специальности, но так как я руковожу, ну, большим центром, флагманом здравоохранения, конечно, моя научная деятельность, она связана именно с корпоративной программой, с корпоративной культурой именно наших, моих сотрудников. И корпоративная программа наша, она имеет такое понятие, как забота о тех, кто заботится о здоровье. Вот, и наши врачи, медицинские работники на сегодняшний день, они подвергаются высокому риску именно вот выгорания, высокому риску даже вот при исполнении своих обязанностей заражения инфекционными заболеваниями. Также вот эти, не минуют также и сосудистые катастрофы, которые, потому что нагрузка сейчас на сегодняшний день на здравоохранение очень большое, огромное. И, конечно, здесь нужно говорить тоже о пандемии COVID-19, которая тоже свои коррективы, ну, вела. Да, здесь мы уже по-другому начали работать, абсолютно по-другому, в других реалиях систему полностью переформатировали, да, получается. И мы смогли это сделать. И, конечно, здесь роль врача, она, медицинского работника, здесь, она важна. И мы должны заботиться о здоровье наших сотрудников, потому что только здоровый сотрудник, только здоровый врач может приносить здоровье. И болеющий человек только думает о болезни. И наша задача сейчас вот именно оздоровление и забота о здоровье наших сотрудников. Это наша основная политика и первоочередная задача. И эффективность работы тоже от этого зависит. Да, все здоровые, красивые, они тоже будут хорошо приносить эффективность именно в ежедневной работе. Также мы сейчас изучаем в рамках корпоративной программы именно те, которые перенесли у нас медицинские работники, врачи в тяжелой и средней степени тяжести COVID-19 при исполнении своих, как бы, обязанностей при работе. И, конечно, у нас созданы программы реабилитации, индивидуальные программы реабилитации на каждого сотрудника. И вот 43% наших сотрудников переболели новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. И в нашем коллективе это более 1200 человек. 1200 человек. И мы их мониторим сейчас, изучаем их состояние, отдаленные последствия осложнения коронавирусной инфекции. И, конечно, здесь в реабилитации подключены самые лучшие ресурсы, мощности нашего национального центра медицины. И врачи тоже болеют. И врачи тоже люди. Поэтому об этом тоже нужно говорить. Об этом нужно... Мы как-то не задумывались. Да. Почему-то вот население же как-то вот врачи не болеют. Всегда в бою, всегда в строю. И врачи тоже болеют. Поэтому нас тоже надо беречь. Да. А вот по системе менеджмента соответствуете ли вы всем требованиям Росздравнадзора? Да. Как раз мы в этом году подтвердили, это первая медицинская организация, которая в республике подтвердила систему менеджмента качества, Национального института качества Росздравнадзора. И мы сегодня работаем вот по 23 рабочим группам. И вот эти процессы на сегодняшний день, они систематизированы. Это прежде всего безопасность оказания медицинской помощи, связанные и минимизации тоже рисков, связанных с оказанием медицинской помощи. Вот. И вот эта система, она важна. И в последующем, я думаю, что все медицинские организации, они должны соответствовать именно этим требованиям. Ну вот, вы сказали о своих научных предпочтениях, да. И, на мой взгляд, это очень актуальная проблема. Может быть, как-то вот никто на это не обращал должного внимания, а вы это раскрываете, поднимаете как проблему, и это очень важно. А вообще вот у вас график, ну, почти 24 на 7, да, получается, да. У вас есть вот какие-то возможности для того, чтобы расслабиться? Есть ли у вас хобби? Ну, я сам вырос в деревне, поэтому вот в Хангаласском районе, в село Ое родился я. С детства вырос, ну, и сенокоз, и хозяйство всё, у родителей всё было. И, конечно, меня вот именно... Я отдыхаю в деревне, и я думаю, что человек не должен отдаляться от природы. Вот. Где бы ни были, кем бы мы ни были, вот именно нельзя отдаляться от природы. Нужно вместе с природой. Вот. И, конечно, у меня есть своя лошадка, на котором я катаюсь в выходные, да. И у нас прекрасная природа. Да. Потом я вот лекарственные травы изучаю, вот именно, потому что как-то же наши предки жили, как-то же себя лечили. И вот хочется найти ответ многим вопросам. Потому что всё-таки работая врачом, вот опять-таки я говорю о предупредительных мерах, больше мы сейчас должны говорить о биопродуктах, о натуральных продуктах, да, где адаптированная еда, которую ты кушал в детстве, да. С детства ты вырос на этих продуктах, вот, на этих... Вот смотрите, Заморщукова, Ниргуяна, вот Сахачай, да, компания. Вот они же разные травы изучают из различных компонентов. И вот этот бренд, по-моему, сейчас начинает быть востребованным не только в России, но и в Японии, и в других странах. То есть есть какие-то у нас свои секреты, да, какие-то традиции народные, которые из поколения в поколение передаются. Ну, изучая вот травы, да, изучая вот лекарственные травы, хочется сказать, что наши травы тоже уникальны, потому что в таких суровых условиях у нас даже, если летом заметите, цветы, они более ярче. Потому что они за короткий период хотят тоже вот показать, какие они красивые. Если вот глубоко зайти, да, и даже вот изучая вот свойства, всё-таки свойства, они более усиленные здесь. Но мы, хочется здесь сказать, что мы должны научиться именно ферментировать эти травы. Потому что не только сушка, именно правильное приготовление, правильное ферментирование только потом, в последующем, даёт как полезные свойства. Да, эффект, да, правильное хранение. Это очень важно. И здесь я вот всегда, я отдыхаю больше на природе, вот, на родине, на природе. Это вот есть... Вот я помню, я же был депутатом от Ханглазского ЛУСа, несколько СОЗовов. Вот Никита Гаврилович Соломонов, наш академик, выдающийся исследователь. Вот он, по-моему, создавал в Немигинской школе какой-то класс специальный. Как раз вот мы все выпускники экспедиции «Леяда». Мы всё детство занимались научной работой. Я изучал комаров, у меня даже тема была, экологические особенности кровосочных комаров среднего течения реки Лена. И мы вот, конечно, изучали. И это тоже нам дало возможность. И в этом... Приобщение к науке. Да. И в прошлом году мы, наш национальный центр медицины совместно с нашим университетом, совместно с управлением образования Ханглазского района, благодаря Мартыновой Елизаветы Анатольевне, поддержала она нашу идею открыть медицинские классы. И мы в двух школах, в третьей школе города Покровская и на моей родине, в селе Ой, открыли профильные классы, именно вот медицинские классы. И через эти медицинские классы тоже несут особую миссию, потому что именно они должны быть лидерами здорового образа жизни, лидерами в экологии. Здесь у нас программа укомплектована не только именно по подготовке к поступлению именно в медицинские вузы, да. А здесь мы должны вот с девятого класса через них тоже создавать вот именно личности, которые будут нести здоровый образ жизни, заботиться о здоровье. Мы много говорим о реке Лена, да, потому что здесь, если вода чистая будет, тоже жизнь тоже будет продолжаться. Мы говорим о лекарственных травах. Здесь, конечно, и Никита Гаврилович, и все вот с большим удовольствием помогают нам. И мы флаг, как флагман здравоохранения республики тоже заинтересованы в уникальных специалистах. И порой вот в деревне самые лучшие желания могут быть, когда, ну, разные возможности, когда финансовые, тогда вот мы можем говорить, ребята, мы есть, мы вас поддержим. Мы должны участвовать. То есть вы уже строите такой кадровый потенциал на будущее, да? Конечно, да. И с детьми мы занимаемся сейчас. Мы не только открыли, у них есть целая программа. Интерес есть, да? Интерес есть, да, мы привлекаем даже наших внешних экспертов из высшей школы экономики в Москве. Вот буквально осенью мы провели здесь тоже очень хороший семинар среди детей. И, конечно, здесь уже мы. И одна из самых важных части наших медицинских классов, конечно, это подготовка к поступлению. Это именно углубленное изучение биологии и химии, в котором наш университет тоже помогает. Станислав Николаевич, я думаю, что у нас состоялась такая очень интересная беседа о проблемах здравоохранения, о реализации консольных гарантий. Вот я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. Более того, я хотел бы вам пожелать успехов, поскольку Национальный центр медицины сегодня носит имя Михаила Ефимовича Николаева. Я думаю, что Михаил Ефимович будет этот вопрос тоже курировать. И мы со своей стороны тоже готовы вам помогать, чтобы под знаменем Михаила Ефимовича система здравоохранения развивалась. И самое главное, в инновационном таком режиме. Будьте здоровы, будьте всегда в таком оптимистическом настроении. Всего вам доброго и через вас привет всем врачам. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо.